Похожая акция в эколого-биологическом центре проходит в 7 последних лет, только называется она «Дерево памяти». За это время воспитанники центра совместно с сочинскими ветеранами высадили порядка 40 груш, яблок, рептомерий, можжевельника и граната. Мое дерево, которое я сажала, и с ветераном оно цветет, и, наверное, будут скоро плоды сладкие. Мы дерево посетили за тем, чтобы дерево цвело, и мы помним о ветеранах, их память, о том, что они воевали, и мы победили. За годы существования акции здесь вырос целый памятный сад. Обладая таким багажом опыта по уходу за растениями, преподаватели эколого-биологического центра решили им поделиться. Вот мы надеемся, что мы сегодня эти знания расскажем, и все деревья, которые будут посажены, все пальмы, примутся и будут жить очень-очень долго, больше 70 лет. Идею этой акции подходили у нас, можно так сказать, ну, я это говорю, как бы, да. Ну, потому что она действительно очень хорошая, очень добрая и очень трогательная акция. В новой, уже общегородской акции «Пальма Победы» приняли участие многие. Некоторые только собираются создать школьную рощу. Как посадить пальму, чтобы она не погибла, школьникам рассказал профессионал-растениевод. Ребята узнали, что сажать нужно небольшие саженцы, в идеале трехлетки. К этому возрасту у пальмы формируется настоящий лист, тот самый, похожий на ладонь. Насыпаете на дно либо песок, либо ветки. Для чего? Для того, чтобы вода не застаивалась. Почва у нас тяжелая, плохо пропускает воду. Вы вырыли яму, насыпали туда рыхлую землю, и туда будет вода скапливать. Поэтому нужно какой-то слой защитный, чтобы корни не соприкасались напрямую с водой, чтобы вода успевала уйти в ней. Всем участникам мастер-классов раздали горшочки с пальмами. Кстати, в мире насчитывается 3,5 тысячи видов пальм. Самая распространенная в Сочи – это веерная. К нам из Китая она попала 100 лет назад. Встретить ее можно как у моря, так и в горах. Но все же пальма любит солнце. Теперь, вооружившись знаниями, ребятам осталось выбрать подходящее место для музея памяти под открытым небом, где живыми экспонатами станут пальмы – символ не только курорта, но и победы. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.